это вызывает много эмоций на самом деле это эмоциональный момент но я вам скажу так вот представьте ребенка ребенок допустим в возрасте 5 лет до 4 5 лет он растет и каждый месяц он изменяется он узнает что-то новое он начинает там как-то по-другому себя вести вот он начал читать вот он начал рисовать пойдем еще раньше ребенок там годовалый несколько месяцев ну каждой неделе приносит что-то новое вот он там научился переворачиваться со спинки на животик вот он там начал улыбаться ну там чуть позже там он как-то реагирует на родители и так далее да то есть изменение очень быстро происходит если мы посмотрим на плод который внутри матери там еще быстрее происходит каждый день новые структуры развиваются органы и так далее а теперь представьте тот период которым работаем мы первые пять дней после зачатия изменения идут мгновенные а теперь мы возьмем первый день после зачатия мне кажется что это просто ну вот как большой взрыв да то есть как вот зародилась вселенная там это огромная концентрация всевозможных событий развития то есть скорость развития она необыкновенно высокая и ты находясь с этим рядом ты чувствуешь вот эту вот энергетику этот заряд развития мощный который вот происходит я вот именно говорю что я нахожусь рядом с этим эмбриологи как правило они ну как-то так себя позиционируют как люди которые присутствуют рядом стоят рядом но они не делают это сами да потому что мы ну как-то скорее выступаем в роли каких-то там ну сантехников что ли да вот представьте что есть какой-нибудь грандиозный фантастический красивый фонтан ну мы вот сантехники которые подключили там шланг и открыли ручку и вот этот фонтан забил то есть это чудо а мы рядом с этим чудом ну сантехники вот такие обслуживающий персонал какой-то да это чудо по какой-то причине не может произойти естественным образом у женщины в организме ну например у нее непроходимы трубы и сперматозоиды не могут доплыть до яйцеклетки поэтому мы с помощью вот значит всех нашей бригады достаем яйцеклетки наружу и добавляем сперматозоид чтобы они смогли доплыть сами до яйцеклетки а потом мы вернем и поэтому вот так выходит что мы рядышком находимся и наблюдаем за этим чудом тем не менее наша роль она такая вот именно роль обслуживающего персонала я лично очень благодарен как бы судьбе и жизни что я имею возможность на это смотреть на это чудо и видеть это чудо это действительно очень эмоционально ну такой восторженный момент действительно